Пока в СМИ обсуждаются громкие аресты последних двух недель губернатора Фургала, журналиста Ивана Сафронова, активистов открытой России, в глубинке, в российской провинции, лидеры общественного мнения, люди, вступившие в противостояние с региональной властью, также испытывают на себе давление правоохранительной системы и оказываются фигурантами откровенно дутых из заказных уголовных дел. Мы расскажем вам историю полковника полиции в отставке, бывшего главы Акуловского района Новгородской области Сергея Кузьмина, который после публичного конфликта с главой региона Андреем Никитиным был вынужден оставить должность руководителя муниципалитета, а спустя полтора года по отношению Кузьмина было возбуждено уголовное дело за действие и решение от 2015 года. Кузьмина обвиняют в превышении должностных полномочий, мол, пять лет назад он в ущерб интересам общества и государства, находясь в должности замглавы района, передал муниципальные имущества, нежилое здание и гаражи местной организации МУК Акуловка-сервис. Можно долго рассказывать о том, что этот МУК является межмуниципальной компанией, которая уже давно использовала эти гаражи и нежилое здание. И фактически Кузьмин узаконил пользование этим имуществом. Но это внешняя сторона дела. Причины повышенного внимания со стороны следственных органов могут быть в другом. Противостояние между Кузьминым и императорским православным палестинским обществом вокруг школы в живописном месте в деревне Боровна. Это общество, возглавляемое Сергеем Степашиным, прошлым председателем счетной палаты России, имеет большой интерес к живописной территории в Алдайском национальном парке. Кузьмин же увидел след криминала в этом интересе и выступил против ИППО. Здесь пострадал не один Кузьмин в итоге, а пострадали люди. А получилось то, что на какой-то стадии императорское православное палестинское общество начало активно оказывать помощь. Это были 12-13 годы в школе Боровна. Сама школа Боровна расположена в историческом здании. К этому это здание является до определенной степени исторической ценностью по отношению к императорскому православному палестинскому обществу. То есть исторические личности, несколько исторических личностей, они прикасались, были попечителями по отношению к этому древнему зданию. И, соответственно, это своего рода реликвия для общества. И очень хорошо члены императорского православного палестинского общества помогли с ремонтом, приобрели необходимые вещи. Но на самом деле учебное заведение такое, непростое. То есть 19-18 учеников. Такая малокомплектная школа. Когда-то она была филиалом другой школы. Потом ее уже во времена заботы и ППО сделали отдельной школой. Она работает и сейчас. И слава богу, что она работает. Есть школа, значит есть деревня. Но все вроде как было хорошо. Но начались конфликты. Начались конфликты между попечителями и местными жителями. Люди с самого начала не договорились, как они дальше будут жить. В этом конфликте глава района встал на сторону жителей. Чем вызвал гнев со стороны императорского православного палестинского общества. Начались претензии, начались жалобы, начались вопросы, начались письма, начались личные обращения по поводу и без. Несколько раз Сергей Владимирович Степашин, упомянутый, направлял письма и в мой адрес, и в адрес губернатора Новгородской области. Было собрание императорского православного палестинского общества. Новгородского отделения, извините. И Новгородское отделение императорского православного палестинского общества постановило, что мы будем бороться с главой Акуловского района по этому вопросу. И даже в газете это написало в своей. У них бюллетень издается. Здесь на самом деле все просто. Мой первый заместитель реализовал свои полномочия, реализовал возле изъявления школы, жителей. Сделал все законно и обоснованно. Их всех все устроило, кроме ИППО. Но поскольку ИППО у нас организация могущественная, начались звонки. О звонках я знаю от тех ответственных работников прокуратуры, которые приезжали, пытались эту ситуацию каким-то образом разрешить, урегулировать, ну, в интересном для ИППО моменте. Но изучив материалы, они все убеждались, что все сделано это по закону, все сделано по правилам, все сделано в точном соответствии с тем, как должно было сделать, лучше не придумаешь. И начались просьбы, начались обращения, они были с разного уровня, были подходы просто во время каких-то мероприятий, были телефонные звонки. Но мы как-то эту ситуацию удерживали, понимали, что, ну, людей предавать нельзя. Мы людям пообещали, что все будет нормально, все будет хорошо, и они будут спокойно жить. И мы от своих слов не откажемся, ни я, ни мой первый заместитель, ни от своего решения, которое к тому же абсолютно законное. Меня вызывали на разные ковры и составляли разговоры. Последнее время активную участие в этом принимал заместитель прокурора Новгородской области мостовщиков. И здесь уже, когда меня просто-напросто начали прижимать к стенке, я сказал, нет, я решение своего заместителя отменять не буду. Оно законное, оно обоснованное, вы его много раз изучали, в эту ситуацию под микроскопом рассматривали, никто из вас в суд не пошел. Хотите, считайте его незаконным, идите в суд, в судебном порядке отменяйте и после этого делайте, что хотите. Мне тогда было сказано, сказано очень жестко, сказано очень зло, сказано мастовщиковым, ну смотри, у тебя будут проблемы. И после этого действительно начались проблемы, поскольку я поддерживаю общение со своими бывшими коллегами. Естественно, я владею информацией о том, что там интересовались мной, здесь интересовались мной, здесь начались проверочные мероприятия, здесь начались какие-то изучения чего-то, здесь поехали туда, пошли, здесь затребовали, здесь запросили. Действительно, активность действий правоохранительных органов после того памятного разговора, она стала очень сильной. К тому моменту у своенравного и принципиального главы складывались непростые отношения с молодым технократом, губернатором Новгородской области Андреем Никитином, который проводил в регионе губительную оптимизацию медицины и образования. На тот момент у нас было еще несколько споров принципиальных с губернатором Никитином. И, в общем-то, уже определенное недовольство он стал высказывать моей деятельностью, насколько мне это было известно, до меня это доносили. Мы спорили по моментам, связанным с сокращением мест в лечебных заведениях. Говорят о том, что там что-то министр здравоохранения Савалюба сделала. Да что она делала? Что ей говорили, то она и делала. Значит, и она якобы разрушила здравоохранение Новгородской области в тот период. Да ничего она не разрушила. Это покорный исполнитель. Чьими руками, конечно, это было что-то было сделано. На тот момент стоял вопрос по оптимизации образовательных учреждений. И у нас было свое видение, у правительства области было свое видение. В течение времени между Кузьминым, человеком, которого знала и уважала вся Новгородская область, кого называли лучшим муниципальным руководителем в регионе, и губернатором Никитиным, возникали все новые и новые противоречия. В итоге они вылились в публичный разнос главы района от губернатора области на одном из правительственных совещаний. Меня предельно не устраивает ситуация, когда мои коллеги по управлению области, муниципальные руководители фактически вводят в меня заблуждение, подписывая документы и не исполняя в последующем те решения, на которые я опираюсь, подписывая в свою очередь соглашение с Российской Федерацией. То есть тем самым вся область будет отвечать за действия одного из наших коллег. Вот, предлагаю пойти дальше. Значит, ситуация понятна, да? Выводы делаем, каждый сам. Вскоре Кузьмину пришлось сложить в себя полномочия главы Акуловского района. Через некоторое время он перебрался в другой регион. Сергей Кузьмин больше 20 лет отработал в органах внутренних дел. В качестве руководителя межмуниципального отдела МВД он застал реформу, после которой милиция превратилась в полицию. В качестве командира оперативной группы в 2014 году был командирован в Чечню. В ноябре 2009 года, как руководитель РОВД, одним из первых оказался на месте крушения Невского экспресса. После этого, рассказывал Кузьмин, вообще ничего не страшно. Всего в катастрофе тогда погибло 28 человек. Десятки людей были спасены, в том числе при участии Кузьмина. Почти 20 лет только вы в органах, с 1993 по 2014 год, да? Не чувствуете ли вы разочарование того, что вы столько отдали? Нет. Касаемо моего отношения к моей службе, к моей работе в администрации, я счастлив, что мне довелось служить, я счастлив, что мне довелось работать, я счастлив, что мне удалось принести пользу моей родине и малой локально, и родине в формате Новгородской области, наверное, отчасти всей стране. Вспоминая эту ситуацию с Невским экспрессом, с крушением, действительно, первые несколько часов я был руководителем на месте, и мы спасали людей, спасли много людей тогда. Потом приехали уже люди, более старшие по званию, более старшие по занимаемым должностям, они дальше руководили этим процессом. Первоначальные действия, да, действительно, нам пришлось осуществлять. Так сложилось. Я не испытываю никакого разочарования, я не испытываю никакой обиды, не испытываю никакого зла. Аналогично и по работе в администрации муниципального района. И люди, которые идут на службу государству, люди, которые идут помогать другим людям, они должны изначально быть настроены, они должны быть изначально готовы к тому, что наступит момент, и они не станут нужными. Наступит момент, и про них забудут. Наступит момент, и их обидят. Это вот осознание этого, оно должно присутствовать. И чем выше человек занимает должность, чем больше он работает, чем больше он себя отдает этому, он должен это предчувствовать больше. Потому что чем больше ты работаешь, лучше работаешь. Тем больше ты вокруг себя собираешь разных проблем, вопросов. И, соответственно, ты, помогая одним людям, где-то, может быть, чуть-чуть в чем-то мешаешь другим людям. К этому нужно изначально относиться. А тот, кто идет на службу государственную, или тот, кто идет на службу органов местного самоуправления, он к этому должен быть готов с первой минуты. Сейчас Сергей Кузьмин вынужден ездить в Новгородскую область для защиты себя от этого странного уголовного дела. Недавно у него родился сын. Это третий ребенок в семье бывшего полицейского и бывшего главы муниципалитета в Новгородской области. О том, как будет разворачиваться история вокруг дела в отношении Сергея Кузьмина, мы будем информировать наших читателей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова